я не знаю куда идти я потерялся ко мне приближается волк а нет не волк маламут аляска здравствуйте друзья да сегодня у нас телефон с прибором ночного видения защищенный телефон с прибором ночного видения и я вам о нем рассказываю и вы знаете пока я буду сейчас здесь заливаться соловьем пожалуйста напишите в комментариях может быть кому-то придет мысль какая как можно использовать прибор ночного видения в нашей походной жизни у меня пока рождается очень небольшое количество сценариев в голове которые можно как-то реализовывать в походах и так сегодня рассказывать защищенным китайском телефоне от бренда f-150 или как он теперь называется и и и f-150 и в 150 но в действительности это те самые телефоны аукетель одна и та же фирма имеет другой бренд он сначала назывался как я уже сказал f-150 а теперь вот и то ли 3 f-150 то ли и и и f-150 но и сам телефон имеет название air 1 pro вот такой вот вот такая вот очередная лопата если говорить коротко то это здоровый но при этом достаточно тонкий достаточно легкий телефон с огромным экраном голым двенадцатым андроидом и несколькими фишками о которых стоит подробно поговорить смотрите сначала пробегаем по спецификациям а потом переходим к тем вещам которые нам важны это на мой взгляд обязательно gps локация защита камера и батареи вот то что в определенной мере должно отличать защищенные телефоны от обычных по спецификации бегом значит первое что бросается в глаза это размеры и качество экрана ну давайте вот прям по размерам это galaxy s 22 ультра это одна из самых больших лопат из тех что есть на рынке можно померить и заметить что galaxy s 22 ультра немного меньше чем это вот защищенная лопата экран очень яркий 6 5 дюймов у galaxy 64 но здесь еще защищенные рамки дополнительно они делают телефон визуально еще больше экран имеет разрешение full hd плюс и это очень хорошо то есть приходившие раньше нам на тесты защищенные телефоны выходившие там две тысячи двадцать первом году имели разрешение hd плюс но и тогда я не ругался и сейчас не буду говорить что это мало full hd плюс потому что вот тот самый samsung который я только что показывал у меня работает на разрешение hd плюс да это связано с тем что в походной жизни нужно все время экономить батарею на смартфоне если берешь смартфон с собой вот поэтому там у меня установлено минимальное разрешение то что здесь 1080 на 2400 этого вполне достаточно для нормальной работы с экраном экран яркий на солнце почти не слепнет стоит gorilla glass 1 и 1 миллиметр толщиной неизвестного мне поколения самое интересное что к ней в комплекте уже наклеена насколько я вижу стекло защитное и в комплекте идет еще одно защитное стекло вообще давайте я вам расскажу про комплект и вообще всякие анбоксинги ненавижу но вот тут наверное стоит рассказать во первых эти щедрые ребята положили зарядку зарядка 18 ватт и это очень хорошо потому что самое интересное что если подключать через самсунговской 25 ватт он заряжается медленнее чем чем через родную 18 ватт так что родная зарядка очень хорошо со шнурком но в комплекте идет как я уже говорил еще защитное стекло дополнительно ну там а и скрепка но самое забавное что вот после вот этой красивой коробки с надписью f-150 телефон идет еще вот такая маленькая коробочка в которой находится две металлические медальки за то что вы владеете этим телефоном такие да надо и еще набор наклеечек light up keep wild в общем знаете купили телефон и вам сразу не одну медаль от 2 с обратной стороны на телефоне нет стекла и это очень хорошо я считаю что это очень дурной тренд по крайней мере людей живущих активного в жизнь делать еще и заднюю стенку и стекла чтобы можно было разбить не только экран но и заднюю стенку но здесь стоит блок большой блок камера которым я отдельно поговорю который закрыт еще отдельным куском горилла глаз и то что это горила глаз здесь хорошо а то что здесь много стекла это не очень потому что можно также грохнуть вот ну мы еще камерам вернемся тут вообще есть о чем рассказать тут не только камера на телефоне как я уже сказал установлен android 12 днем международная прошивка я включил выбрал русский язык и дальше вообще никаких проблем с настройками не имел все работает все сразу никаких сложностей никаких китайских иероглифов если вы конечно их там не хотите 6 гигабайт памяти 128 хранилища за глаза а еще восьми ведерный процессор helio g37 сбоку находится закрытый заглушками слот в котором есть место для двух карт sim или для одной sim карты и одной карты памяти и на этом спасибо а вот на чем не спасибо так что нету трех с половиной миллиметрового джека до бюджетно защищенных телефонов дошла мода на отсутствие джека 35 для наушников теперь не послушать музыку если ты одновременно заряжаешь не подключить микрофон у которого есть 35 разъем в общем мне не нравится такая тенденция но она есть и она везде тут уж ничего не поделаешь на боковой стороне расположен сканер отпечатков пальцев в виде кнопки и есть распознавание лица по камере с фронтальной камеры для любых базовых задач здесь и памяти и процессорной процессорных мощностей хватает никаких лагов никаких фризов все работает корректно и спокойно все идем к тем вещам которые для нас важны это прежде всего защита телефона да то есть он подается как защищенный давайте разберемся здесь у нас заявлен айпи 68 айпи 69 и загадочный сан стандарт 800 10g который вероятно является стандартом мил 800 10g ну это собственно стандарт военный первые два стандарта в основном показывают защиту телефона от влаги от пыли возможности его погружения на глубину на метр более чем на полтора часа ну и в общем а также возможность его промывать под струей воды вот не более а с милитари стандарт немножко другая история маленькое отступление когда к нам приходит какой-нибудь предмет снаряжения не обязательно телефон я собственно начинаю мучить тех технологов то есть сначала я мучаю маркетологов потом маркетологов все я должен спросить технологов технологи уже начинают отвечать на вопросы еще до этого телефона я много раз пытался выяснить сколько какие испытания проводятся на телефонах где указан стандарт 800 10g китайских и в общем-то удалось добыть такую информацию что они конечно не проводят весь курс весь блок испытаний двадцати девяти штук которые со всех сторон изучают защиту телефона нет этого нету потому что этот тест очень дорогой в лучшем случае проводится тест дополнительный на холод на падение и еще какой-нибудь тест из общего набора который недорогой вот что позволяет потом фирме установить значок милитари стандарт и утверждать что все хорошо все что их телефон самый защищенный в мире и проходит по военным стандартам ничего подобного ну и здесь тоже в общем этого нет но с другой стороны для обычной жизни в городе и для походной жизни мне кажется всего набора этих тестов и не нужно и той защиты которая есть защита от воды защиты от ударов вполне хватит для использования в том числе и в походах здесь хорошие бамперы установлены сверху и по бокам и снизу телефона резиновые здесь есть еще один плюс по сравнению с другими противоударными телефонами здесь есть общая рама из титаново-магниевого сплава на которой которой крепятся боковины как на которой крепится и экран и сам блок сама плата и камеры и аккумулятор получается что и прочность повышена и вес при этом не очень сильно вырос собственно и сами производители здесь заявляют не все показатели только защиту от воды от возможности его помыть под струей воды а также падение с полутора метров и защита от пыли это как раз вот минимальный набор который необходим для походной жизни добавлено еще использование от минус 20 до минус 55 и от минус и хранение от минус 40 до плюс 70 теперь камеры вот здесь вот у нас есть большой блок за которым стеклянная защита до защита горела глаз и под ней прячется все камеры что же мы тут с вами видим много всего прежде всего три глазка камеры и три вспышки и два глазка и к подсветке камеры что здесь у нас есть у нас есть основная камера на 48 мегапикселей про качество отдельно сейчас скажу камера от sony для работы с инфракрасной подсветкой та самая камера как бы прибора ночного видения в кавычках и макро камера на пару мегапикселей которая снимает не очень понятно зачем макро и вот здесь выявляется один из самых главных на мой взгляд недостатков этого телефона как походного то есть если бы они в окно воткнули вместо этой дурацкой макро камеры ширик было бы просто прекрасно то есть у вас есть какой-то значит прибор зачем-то прибор ночного видения основная камера которая неплохо снимает при желании фото и ширик в котором на котором можете запечатлеть пейзажи путешествия но естественно чушь давайте воткнем макро макро ну такую заглушку еще иногда ставят какие-то непонятные камеры глубины резкости а здесь вот макро бог с ним да я считаю что это один из самых главных недостатков этого телефона как снимают основная камера снимает фото неплохо там очень простенькая программа управления есть про режим единственное что эта камера имеет очень такую программную свойство свое не завышать экспозицию поэтому когда вы наводитесь фокусируетесь на какой-то объект появляется сначала квадратик и появляется значок солнышка вы опускаете немножко экспозицию этим значком и кадр становится совершенно адекватная в общем вполне нормальная обычные кадры для обычного телефона видео снимается на с качеством до full hd но к сожалению не имеет стабилизации здесь отдельное отступление потому что я всегда когда когда раньше ко мне ко мне попадали такие телефон и я их судил очень строго по этому поводу потому что но кажется что раз идешь поход надо видео но в действительности это наверное достаточно редкий случай когда человек снимает постоянно много снимает видео на телефон в походе и это в общем то наверное касается прежде всего меня потому что если вы смотрите наш канал у нас достаточно приличная часть видео снято это в походе на тропах она снято просто на телефон просто потому что иногда не было с собой камеры иногда это осознанно было невозможно взять с собой камеру и снимаешь на телефон и получается неплохо вот и поэтому у меня высокие требования ну если вы ходите в походы и вообще живете без видеосъемки на телефоне я думаю что таких людей наверное большинство из тех кто покупает защищенный тот тогда вообще на это не обращать внимание не надо а если обращаете внимание значит этот телефон для съемки видео нужно ставить на штативчик здесь я тоже спокойно к этому отношусь по что стабилизации стабилизации но штатив всегда даст возможность вам снять качественное видео снимаете себя поставили вот на штатив и пожалуйста тем более что кстати звук голоса он неплохо записывает камеры схолмления в юках интересный рельеф заодно тестируем качество картинки и качество микрофона сэлфи камер чуть-чуть огни но стабилизации никакой похоже здесь нет увы есть сэлфи камера от к о которой можно сказать то что она есть и она дает обычную картинку ничем не примечательно теперь камера прибора ночного видения ну то есть камера и к подсветкой действительно есть два два фонарика и к подсветки и очень интересный момент я заметил что если вы снимаете в темноте в сумерках при помощи основной камеры картинка получается как и у любого телефона очень размытая шумная противная такая гадкая а если вы снимаете и фото и видео на камеру инфракрасной подсветкой которая снимает естественно чб получается картинка очень красивая резкая отличающийся от той что сильно отличающийся от той что есть у основной камеры то есть здесь получается как в кадры неплохие но нужно понимать что эта подсветка она отражается от глазного дна поэтому если вы снимаете людей или животных то они будут такие все с вампирским ярко светящимися глазами но это свойство данной камеры еще раз скажу потому что уже мне задавали вопросы на бусте наши подписчики уточнил что это не тепловизор я бы очень был рад телефону с встроенным тепловизором но это просто и подсветка и ночная съемка про макро камеру ничего не буду говорить потому что она есть здесь же находятся три вспышки сверху которые дают значительно больше свет три диода чем обычная диодная вспышка на телефоне и это хорошо и при использовании как фонариками при использовании как вспышка и как подсветка например если вы снимаете себя на видео и очень интересные по бокам группы диодов которые дают очень красивую мягкую подсветку сообщений и звонков индикацию вот вы знаете это большой минус на мой взгляд современных телефонов что отказались от индикации ну по крайней мере мне как человеку живущему в походах в экспедициях в палатке это всегда очень помогало да и в жизни очень помогало видно когда вы отключили звук телефон лежит задней стороной крышкой вверх и вы видите звонят ли вам пришло ли вам сообщение не пропускайте ну и в палатке если вы не знаете где его там где он лежит вот он опять же показывает где он лежит этим светом и не просто есть она очень сильно развита это делает большой плюс телефона такая вот фишка очень красиво зарядка что касается зарядки здесь с точки зрения защищенного телефона батарейка маленькая пять тысяч миллиампер в час но в действительности этого хватает на два дня вот так вот в среднем на два дня умеренного использования не сверх интенсивного благодаря этому телефон имеет толщину одиннадцать с половиной миллиметров что для защищенного телефона мало и вес двести восемьдесят шесть граммов что тоже для защищенного телефона вполне приличный показатель до этого приходившие нам на тесты телефоны имели были просто такими кирпичами гпс глонас бейду быстрый холодный старт меня в навигации этого телефона ничего не напрягло работает так же как у всех не хуже и качество связи тоже не вызывает никаких вопросов давайте подведем какой-то итог чем мне нравится этот телефон тем что он помимо того что он защищенный он приемлемый по размерам по качеству экрана по цене по всем показателям он подходит не только чтобы он был обычным защищенным телефоном ну и телефоном не очень требовательного пользователя в городе он достаточно тонкий и достаточно хороший по качеству экрана чтобы быть и походным телефоном и телефоном для жизнь в городе как правило продвинутые защищенные телефоны такой возможности не предоставляют они действительно здоровые для того чтобы ими пользоваться нужно иметь определенный такой ну как бы готовность здесь ничего подобного нет берем и живем с этим телефоном нормально процессе съемок появилась еще одна дурная идея по поводу того как использовать этот телефон с прибором ночного видения условным в свое время были вот такие популярные штуки для виар гарнитур если продобрать подходящую к по размеру это маленькая что-то можно вот так вот поставить надеть и ходить ночью по лесу как с прибором ночного видения что еще приятно есть к сожалению ко мне такой не пришел вариант с яркой задней крышкой с оранжевой крышкой который кстати смотрится лучше и для защищенного телефона это более логичная история плюсов много из минусов как я уже сказал на мой взгляд только отсутствие ширика и отсутствие стабилизации видео и вообще таки достаточно средний камер но и телефон относится не к верхнему ценовому сегменту теперь самое интересное о судьбе именно этого телефона вы знаете что у нас есть система поддержки канала на бусти это такой отдельный блок куда раньше выкладываются видео куда выкладывается эксклюзивные видео для подписчиков там еще есть и секретный чат в котором происходит очень интересное общение по поводу туризма и даже теперь барахолка своя так что вот такое свое сообщество людей готовых поддерживать канал очень скромными цифрами и вот именно туда я несу всякую мелочевку на розыгрыше если на нашем канале мы разыгрываем палатки коврики ну все-таки большие вещи то всеми всю мелочевку в том числе и телефоны мы разыгрываем там поэтому если вы хотите поучаствовать в розыгрыше этого телефона такая возможность есть на бусти всем хороших походов и до встречи в поле